Из 80 тысяч жителей в Бахмуте остается всего несколько тысяч горожан. В основном это пенсионеры, которые отказываются покидать родной город. В сложных военных условиях жители находят поддержку в пункте несокрушимости. Там они могут согреться, зарядить телефоны и получить гуманитарную помощь. Так это еще тут ничего не слышно еще. Тут же с тихой, спокойной еще. Мы тут родились, трястились, выросли. И куда выезжать? Это центр Бахмута. Взрывы тут не стихают ни на минуту. И несмотря на то, что здесь уже давно нет коммуникаций, а жизнь все больше похожа на лотерею, в городе остается еще несколько тысяч мирных. Буржуку поставил, дровами загадал. Манитарь получал. А что не выезжаете? Почему не уезжаете? Люди учатся, которые разбомбятся, мы работаем не ехать. Есть куда уехать, есть возможности. Есть знакомые, которые выезжают. В Бахмуте не осталось практически ни одного уцелевшего дома. Люди прячутся по подвалам. А вот здесь, в пункте несокрушимости, они могут согреться, зарядить телефоны и получить гуманитарную помощь. Набрана вода, вот такой лед стоит. Под кремя одеялосьми и еще сверху. Не будем. Дегопит. Среди оставшихся в Бахмуте людей в основном пенсионеры. Валерий говорит, ничего не сможет заставить его покинуть родной дом. Показано свой дом, вот через день я иду. Извините, подыхать буду только в своей квартире. Или возле дома. Честно. Куда ехать? Кому мне нужно? Пока руки строги двигаются и ноги. Не уезжает из буквально пылающего города и любовь. Женщина говорит, там, где живет ее дочь, идут боевые действия. А что с ней самой, не знают уже несколько месяцев. Несколько месяцев и некуда. У меня за покупкой дочка жила. Я уже месяц о ней ничего не знаю. Вышла. Я думаю, что вышла. Потому что там мясокомбинаты распозбили во все. Но я не знаю, жива она, не жива. У нас же все, понимаете. У нас не мали ничего. Все, слава богу, что цех хоть придумал ее цех, что можно там постираться, помыться. Ситуация в Бахмуте с каждым днем становится только сложнее. Россияне уничтожают все, что только возможно. Но тем не менее, украинские военные не спешат покидать свои позиции.